Друзьяшки, привет-привет! Раннее утро, а вы... Простянулись... Сейчас, кто-то не пищит... Еду, короче, из сада, перед работой, мотнула сюда... Опять у меня все... Мои нервяки садовские вернулись... Короче, до зимы хочу успеть доделать крышу в этом году... В общем, начнем с того, что неделю искала строителей... Ну, как всегда, кто знает, мои вот эти эпопеи со стройками садовскими... Это просто меня настолько выматывает и убивает... Это просто, не знаю, после каждой стройки надо лечение принимать... Психическое... Психическое, даже не психологическое... В общем, неделю искала, искала... Нашла, наконец-то... Людей... Ну, на Авито, как всегда, где еще найдешь... В общем, в чем проблема была... Все освобождаются в ноябре... Ну, вот прям буквально все... В ноябре, в ноябре... Ну, конечно, они освобождаются в ноябре, потому что там зима... И никому нахрен не нужны вот эти кровельные работы... Понятно, там, если внутри отделку какую-то делать... Там еще что-то... То да... Ну, если тепло там, особенно в доме... Ремонты какие-то... Это нормы там... Но крышу... Когда там дождь и ливни идут... Или еще что-то... Снег... Ну, естественно, никто не будет это делать... Этим заниматься... Это первый момент, когда мне нужно было успеть до ноября... Не какое число, это 18-е... Вот... Второй момент... С 23-го октября... Это что у нас? Со среды следующей недели... Сегодня пятница в среду... Значит, в среду заканчиваются... Наши вообще поездки в мой район, где у меня сад находится... Потому что у нас же мост даже не то, что ремонтируют... Его там вообще перестраивают, можно сказать... Одну половину закрывали... Вот летом я в объезд ездила, видео вам снимала там по платной дороге и все такое... Но даже по платной дороге маршрут увеличивается, я не знаю, пять раз, наверное... Потому что у меня досада от моего подъезда с квартиры до сада... Одиннадцать километров... Сколько можно проехать одиннадцать километров за сколько? Пять минут, блин... Если особенно в такое время выехать, когда нет машин... Вот... Ну и представляете, да, если ехать по объездной, это занимает... Ну я не знаю, когда я ездила, блин, около часа, наверное, точно, блин... Может и больше... В общем, долго... Долго, муторно, трафик большой... На платной дороге очереди бывают... Короче, вот скапливается толпа народа, которые вот эту оплату пока делают... Вот это вот все... В общем, не быстро... В общем, вот, до среды мне нужно было успеть... Но я даже была готова, ладно, фиг с ним не до среды... Буду ездить по объездной дороге, все... Там все, что угодно делать, главное, до зимы, до снега... Потому что... Ну, сейчас объясню позже... Вот, в общем, две причины, которые мне нужно было вот успеть быстро-быстро... Слава Богу, я нашла хотя бы вот этих... Которые были свободны... Ну как, типа, у них там бригада из много человек... Вот мне делают двое из них... Вот... Ну и что, вчера они начали... В общем, там по электрике нужно перенести с крыши... Ну, вот это вот... Там какие-то штуки... И от столба... И от моего, где там счетчика на столбе... Туда идет провод... И этот провод заходит в дом, там, к другому старому счетчику... Ну, видимо, там какая-то разводка или что... Как это называется, не знаю... Они ржатся прям... Вот... В общем, вот... Еще вот эту чуть-чуть часть с электрикой подзаняться... Ну, а вчера я им передала, короче, ключи... От ворот, от дома... И этот... Стороматериалы закупали... Там всякие расходники, тоси-боси... И, в общем, всю машину загрузила... Не знаю, кто эти люди, что это люди, блин... Все им положила сама... И все, на этом расстались... Основной металл, там, вот это все придет в субботу только... Это и то хорошо... Это, типа, ну, так договорились... Они вообще... Говорили, если что, там, в понедельник или еще когда-то... Ну, то есть, может быть, и успевали бы до закрытия моста... Но, блин, понимаете, да, какие-то нервники... В общем, вчера еще там... Телефон грохнулся сейчас, это, подостановилось... Назад... Назад приделась... Там хоть видно меня, нет? Солнце светит... Очки, ладно, валялись с леса... Ну, нашла их, думаю, этот... Ну, одеть надо, не видно ничего... Вот... Ну, короче, этот лес заказала... Доставку оплатила... Все, должно прийти... Вот... И, короче говоря, это... Уже время обед... Ни тишина... Ни страсти, ни до свидания... Договорились, что они будут держать меня в курсе дела... Ну, типа, как-то продвигается там, по доставке, хотя бы по всему... Звоню сама... А, написала ватсап... А я же, ну, нервничаю, блин... Извините, я что, миллионерша, что ли? Как сказать... Откуда-то деньги мне с неба не падают? Кто эти люди? Что? Я не знаю их... Вот... Чтобы там доверять, да, настолько... Ну, короче говоря... Тишина... У меня вообще колотить чуть ли не начало... Думаю, может, я их больше не увижу... Но заключили мы договор, да... Такое шуфло какое-то там, они свой принесли... Там ничего не прописано особо, ничего... И этот... Просто хотя бы указана фамилия, имя, отчество одного из строителей... И адрес, где он проживает... Ну, паспорт он мне показал, да, все соответствует... Ну, просто вот для этого хотя бы, в случае чего... Вот... Ну, в общем, это... Ну, позвонила я... Что там, как дела, типа... Доставка была, ну, по дереву, по всему... Потому что всякие шурум-бурумы... Все... На 30 тысяч все у них в этом было... Уже в машине... А, ну, дерево, естественно, вот на доставку... И, короче говоря... Что хочу сказать-то, блин... Мысли все путаются, потому что, видимо, ну, нервное состояние... Вот... Ну, он взял трубку, все... Я, говорю, что... Ну, вот это вот сказала там... Он говорит, мы работаем, все нормально... Короче, они за два дня должны были вот электрикой... Так, я тут правильно еду... Свет-то какой мне, все правильно... Короче... Четверг-пятница электрика и... Ну, досками вот там вот, короче... Каркас сделаете... Фотку уже, вот, я вставлю, посмотрите... Ну, и вот, думаю, вечером хотя бы, ну, скинет фотоотчет там, еще что-то... Нет, нифига... Соседке позвонила, она на работе до двух часов ночи... И как раз пятница, суббота, воскресенье у нее выходные... Говорит, я тебе видео сниму, фотоотчет, они будут под присмотром... Типа, все нормально... Ну, а вчера-то я не знала об этом... Я говорю, ладно, с утра там не парся... Я говорю, я перед работой сама мотанусь, глянусь, что... Почему? Я говорю, спи спокойно... Я говорю, просто время будет там днем, если что, скинешь... А так, я говорю, норменько... Ну, вот сейчас ездила... Ну, немножко успокоилась в том плане, что леса стоят... Ну, на фотке, да, вы видите это все... И уже там досочки прибиты... По электрике смотрю, как был старый провод... Ну, все это... Они просто сказали убрать вот эту вот всю фигню... И сразу в дом завести... Ну, потому что, типа, все же сайдингом будет... Ой, не сайдингом... Провнастилом обшито... И, типа, это... Ну, чтобы не было вот всякой там параши... Ну, я, в принципе, согласилась с ними, да... Зачем на новое что-то... Вот эту старую какую-то железяку вешать... К ней провода тянуть... Потом они в дом заходят, там, что-то, что-то... А сейчас они мне вот этот разъем, типа, в доме сделают... Я говорю, смотрите, чтоб вас там не убило, ничего... Он говорит... Кто-то звонит... Или что-то пришло... Блин, да как не вовремя, вечно... Не знаю, ведет запись, нет... Ну, помните, да, раньше на старом телефоне... Если кто-то мне звонил, там, этот... Ну, успела даже нажать, сами перестали звонить... Этот... Что там записывается... Блин, нифига... Так-то не вижу, нифига... Да... Зачем я остановилась... Я говорю, мысли путаются... Вообще ничего не понимаю... Ну, в общем, все там... Они привезли... Эта... Леса начали прибивать... Все... А, по-электрике... Я говорю, вы смотрите... Я говорю, это же опасно... Там, это... Он такой... У меня допуск... Допуск есть... До 1000 вольт... Это мне... Так... Попадало все... Стоите... Сейчас... Вот пробка... К мосту я подъехала... Пробка, потому что... Одна половина только открыта... И то, которую закроют... Вот, на месяц... До 23 ноября... Там уже зима... Ничего бы не успела... Никто бы уже даже браться не стал... До весны... А до весны, знаете... Все будет вот так... Вот у меня... Где труба, короче... Начала течь... В этом году пошла... Ну, не знаю... Весной, летом... Когда... Дождей, в принципе... Слава Богу, не было... А летом я увидела... Да... Летом там что-то было... И я смотрю... Как бы капает что-то на крыше... Ну, и вот... Такая... Думаю... Блин... Вот и настал момент... Не ждала негадана... Когда в этом году надо заниматься опять крышей, блин... Хотя вообще не планировала... Ну, может там когда-то на следующий год... Ну, типа вот... Я знала, что вот... В ближайшее время нужно это делать... Ну, я не думала, что так быстро... Так... Приклеено... Хорошо... Я, короче, на изоленту тут телефон приклеила... Все нормально, чтобы с вами поболтать... Вот... И этот... Сейчас... Пока тихо едем, покурю... Ну, чтоб не прогула... Окно откроем... Вот... Значит, что уже бесит... Ребят, я не могу... Это просто бред... В общем, у меня вообще золотая крыша будет... Для сада особенно... У меня же не коттедж там, ничего... Просто садовый домик, да... В общем, я уже вкладывала в эту крышу сто с лишним тысяч... И сейчас уже получается... Ну, как вот у нас по договору... У меня уже получается 310... И это еще может быть не окончательный вариант... В том плане... Не то, что там... За работу они повысят или еще что-то... Нет, то, что... Еще что-то, может, надо будет докупить... Ну, типа вот так... Вчера металл заказала на сто две тысячи с чем-то... Три тысячи доставка... Дерево 6 тысяч... 1700 доставка... Плюс ихние леса забрать за мой счет... То есть это же ваши... Ну, как сказать... Инструменты... То есть вы должны сами доставлять их до места вашей работы... Ну, нет, ребят, это еще даже не все... Дальше я расскажу... Ушлые хитрые... Потом озвучу вам сумму, которую они берут за работу... И они еще даже доставку своих инструментов за мой счет делали... То есть лес доставить 1700 мне в сад... Ну, и типа... С этим водилой они договариваются... Еще вот леса привозят... Типа, ну, наверное, больше двух тысяч не будет... Где-то 3700... Вот... А этот... Я им дала, короче, пять тысяч... Он такой... Что, сдачу надо дать? Я говорю, нет, я потом вычту... Ну, короче, естественно... Эти пять тысяч... Они вот так и улетят... Ничего я не вычту... Потому что... Он мне еще сказал... Если что-то не хватит... Мы докупим... Я чеки пришлю... Ну, то есть... Как минимум на эту сумму чеки будут... Ребят, это по-любому... Короче, пять штук... Пока... Причем я говорю... Давай на карту переведутся... Он такой... Не-не... Нам наличкой надо, типа... Ну... В момент... Я вот эти... Знаете, детские разводы... Я это все понимаю... Но я человек подневольный... Я не могу их нахер послать... Или еще что-то... Ну, вот я вам объяснила ситуацию... Да... Вот... Короче, что меня добило... Ну, короче, вот... В общем, вчера по деньгам я потратила... 135 тысяч... Вчера отправила заявку на этот... Такого... Ну, в спер... По... В телефоне... В приложении... 200 тысяч... Хочу этот кредит взять... Ну, вот... Это уже вот... 135 я просто потратила... Вот вчера за один день... И еще он мне говорит, что еще что-то надо... Докупать... Это пипец... А... Еще в одном магазине... Покупает себе масла для бензопилы... Еще что-то... Ну, понимаете... А... Этот... Плоскозубцы... За мой счет... Я просто... Я уже стою... Молчу... Просто мне хочется сказать... Ты не охерел ли... Такую сумму берешь за работу... И еще, чтобы заправить свою бензопилу... Там... Еще что-то... Ты еще за мои деньги... Это покупаешь... И даже плоскозубцы... Или плоскогубцы... Как правильно назвать... Я вообще в ахере просто... Я уже думаю... Ладно... Себя успокаиваю... Все спокойно... У меня безвыходное положение... Мне нужно сделать крышу... Сколько бы это ни стоило... Как я себя успокаиваю... Да... Ой... Опять что-то хочет упасть... Надо сделать... Надо... Я не могу на это поприять... Никак... То есть я могу, конечно... Их нахер послать... Они сказали... Ладно... Окей... Что ищи других... Я уже искала... Неделю этих... Еле-еле нашла... Одних... Короче... Нашла... Перед ними... Уже все стрелканулись... Позавтра приедут... Замер делать... Я такая... Дай-ка я почитаю... Эти отзывы... В принципе... У них там... Почти пять... Звезд... Поэтому отзывы... Что-то не... Не читала... Уже последнее время... Просто... Всех подряд... Обзывала... Писала... Вот так... Лучше их найти... Это первые дни-то так... Выборочно... А потом уже... Всех подряд... И читаю отдых... Это было в мае... В мае... Пишет чувак... Они взяли у меня сто тысяч... Типа... Ну... За что-то... Потом еще семьдесят девять на... Знаете... На материалы... Я их до сих пор не могу найти... Блин... Представляете... И этот... Трубки не берут... А если иногда удается дозванивать... Или написать... Типа... Говорят... Перезвоним... Или там что-то сделаем... Ну вот так вот... Потом... Потом... Типа заняты... Этот мне значит... А... Ну я ему сразу пишу... Я говорю... Все отменяется... Я говорю... Оказывается... Вы деньги украли... Не отдаёте... Извиняюсь... И этот... Я говорю... Ну... Все отменяется... Этот мужик пишет... Нет... У нас с ними просто был конфликт... Поэтому он типа этот... Ну такой пишет... Ну слушай... Это был май... Сейчас октябрь... Если это было бы неправда... Ты бы во-первых... Написал админом... И доказал... Что это не так... Это раз... Потому что это влияет на твою репутацию... Во-вторых... Ты бы просто пошёл... И подал... Не знаю... О клевете... Там ещё о чём-то... Или в суд там... Ну так ведь... Ребят... Никто не будет... У тебя полгода висит такой отзыв... Что ты ворплин... Недобросовестный строитель... И ты как бы не чешешься... И тебе норма... Ну потому что это так и есть... Потому что ты реально обманул людей... Ну короче... Он мне вот это написал... Что конфликт... Я даже не стала естественно... Ничего не отвечать... Ничего... Ну... Понятно с тобой всё... Ну и вот потом эти... Взяла короче... С ними вот договорилась... В общем... За работу они берут... Ребят... 180 тысяч... Вот как раз мне нужно 200 взять... Ну им 108... Заплатить ещё... Двадцатку... Ну и там чуть-чуть... У меня ещё есть налички... Этот... Ну на всякий случай короче... Чтобы были... Вот... Короче... Вот такие дела... Вы представляете... Вот я им за работу плачу 180 тысяч... И они покупают плоскозубцы и масла... И делают доставку лесов... За мой счёт ещё... Ну не охерели уже люди... Блин... Ну... Это же вообще просто... У меня в голове не укладывается... Ну я говорю... Я язык всё засунула... Куда... Молчу... Просто молчу... Себя успокаиваю... Что... Ну я не могу реально на эту ситуацию повлиять... Я бы как на неё могла повлиять... Просто взять других людей... Да... Договориться подешевле... Что-то это... Ну и... Или хотя бы им сказать просто... В глаза вы не охерели... Блин... Ну вот это вот всё... Ну так как... У меня безвыходное положение... Строителей нет... Они этим пользуются... И короче... Кто во что гораст... Что хотят, то делают... Ну вот сейчас съездила... Посмотрела... Леса стоят... Ладно хоть... Значит что-то делали... Доски уже прибиты там... И вот всё такое... Сейчас ещё в банк хочу заехать... Вчера... Ну только заявку отправила... Где-то через минут 10 мне пришло... Что этот... Одобрен мне кредит... Ну естественно... Я за всю жизнь... Сколько брала кредит... И там... Чего... Я ни разу... У меня не было просточки по кредитам... То есть... По деньгам... Я люблю... Чётко... Просто сейчас надо... Как бы в любое отделение... Я так понимаю... Заехать... Документы... Чего подписать... Чтобы бабки на карту... Перевели... Вот... Ну это вот для них... Расчёт... Короче... Такие дела... В общем... Я вообще в ахере... Конечно... Но... Такова жизнь... Потому что... Делать надо... Хоть не... Хоть сейчас... Хоть весной... Хоть когда... Весной там цены... Опять могут подрасти... И на работу... И на... Материалы... Так что... Если что-то откладывать... Я во-первых... Ничего не выгоду... Это раз... Во-вторых... Что там с крышей будет... Весной всё... Как вот этот снег... Начнёт течь... И всё остальное... И... Как говорится же... Скупой платят дважды... Поэтому... Я даже не стала... И там ничего жужжать... Что дорого... Давайте типа... Скидки... Ещё что-то... Ради Бога... Лишь бы сделали... Всё... У меня только вот так вот... Ну ладно... Я говорю... Если леса привезли... Уже доски набитые... По крайней мере... Да... Они что-то делали... То есть они не свалили с этими материалами моими... Куда-то... И что мне... Вот как тому мужику... Придётся писать отзывы там... Или ещё что-то... Да... Что... Блин... Типа вот так вот... Или там в полицию эти заявления писать... Ну короче... Дай Бог... Чтобы всё получилось... Поэтому себя пытаюсь не накручивать... Вообще не думать об этом... Как вчера у меня только мысль какая-то возникает... Типа... Ну того что... Пипец... Пипец... Я такая... Нет... Таня... Всё спокойно... Всё нормально... Мы делаем крышу... В любом случае... Типа... Всё... Ни о чём не думаем... Ни о какой херне... Скажут ещё что-то закупили... Всё... Не надо об этом... На этом как бы зацикливаться... Надо просто смириться... И принимать эту информацию... Как должное... Короче говоря... Вот... Короче... Вот так вот себе на уши... Короче... Приседаю... Мысленно... Веду с собой вот такие диалоги... Короче говоря... Чтобы крыша не поехала... Блин... У самой... Вот... Ну а почему крышу... Я вот... Ну... Несколько раз... Это третий этап... Короче... Заключительный на деле... В общем... В семнадцатом году... У меня... Дом кирпичный... К нему... Деревянный... Как бы... Веранда к самому дому... Пристроена... То есть вход в дом через веранду... Она закрытая... Всё как бы это... Ну как частью дома уже является... Потекла над верандой крыша... Ой... Чтобы в то время её сделать... Я не помню уже... Сколько нужно было дешить... Но я заплатила... К примеру... Там... Ну не помню... Не помню... Короче... Вот я в баню перекрыла... И вот эту веранду... Просто кусками... Заплатила... Ну не знаю... Пускай там... Ну 70 тысяч... Не знаю... Может меньше... Ну короче... Полтос точно наверное был... Ну где-то так в общем... Вот... Всё... Это был 17 год... На этом я успокоилась... Потому что... Ну как бы не хотела особо вкладываться... Я ж не... Ну знаете какой я садовод... Алекс... Привет... Мне твой этот очень понравился... Комментарий... Как ты там про самого садовода России то написал... Я ржала просто... И короче этот... Ну вот... Закрыла так часть и закрыла... Главное не текёт... Это для меня показатель... Всё... В 22 году я крышу делала... Вот я точно не помню... Чуть 75 тысяч что ли я заплатила... Тоже у меня начали отваливаться доски... Ну вот это вот обрамление... Под крышей... Карниз или как он там называется... Уже забыла... В общем уже там... Доски подгнили... Одна вот так повисла... Вывалилась... Я его сделала... 75 тысяч я отдала... Ну так вот по всему дому... И... Они мне в тот момент предложили... Типа за сотку остальное всё сделать... Ну там были такие... Строители... Они меня просто... И меня колбасило от них... Я не знаю... Как... Я даже бесплатно... Если бы они мне сказали... Давай тебе сделаем... Я бы сказала... Идите нахер просто... Сколько они мне нерв... Ну а какая-то алкашня... То у них дождь идёт... Хотя там три капли упало... То короче... Просто сидят курят... Что-то жрут там... Делают... То не приходят... То запои там кто-то у них... Сколько раз приходило... Один алкаш что-то там делает... Колотится... А двое сидят... Типа... Эти... Начальство его... Покуривают... И смотрят... Как он там что-то делает... Ну то есть вот так вот... Я тоже меня вот... Тогда колбасило просто... Поэтому я даже не стала с ними связываться... Какой там сто тысяч... Не сто... Ну да пошли вы нахер... Я бы тоже могла Крым взять... Там если денег не было... И ну доделать... Ну я говорю только не с теми людьми... Это тоже был... Конец сентября что ли... Сентябрь... Вот... И вот... Теперь... То что потекла где труба крыша... То есть я делаю полностью... Остальную... Основную крышу... У меня же только вот этот... Профнастил над верандой... То есть над домом полностью закрываю... И боковые получаются стены... Где у меня окна... Одно окно с комнаты... Одно окно получается с веранды... На втором этаже... В общем... Теперь я вот эти вот боковушки делаю... Ну как вот на фотке... Леса стоят как раз на боковушках... Вот они туда набивают этот... Ну вот это дерево... И ну типа каркас будут строить... На другой стороне там без каркаса... Ну типа там вкладка... Типа нормально будет так... Вот... Ну короче говоря... Вот почему в три этапа... И этот этап мне считаю... Уже 310 я потратила... Ну как вот... Считаю уже и работу туда... Вот эти 180 тысяч... Ну и плюс... Если что-то будет плюс... Короче... Вот так вот... Вот почему у меня так все это растянулось... Ну я говорю... Ну я и планировала в этом году... Даже если бы не потекла крыша... Ну надо же это когда-то все равно добить ребят... Доделать... То есть не будет же дом... Внизу все красиво сделано... Над этой... Как его... Над верандой профнастил... А боковушки и остальная часть крыши... Просто этот... Ну... Боковушки деревянные... А на крыше венрукав там у меня лежит... Это даже не рубероид... Ничего... Это венрукав... По которому в шахты воздух подается... Ну такой материал... Типа тонкого линолеума... Или вот... Ну что-то такого... Черного цвета... Все думают что это рубероид там... Или еще какой-то материал... На самом деле это вот венрукав... Этот... Для шахты... Ну он просушил меня очень долго... Я его стелила... Знаете... До этого рубероидом... Через год наверное каждый делали... Обшивали... Нанимали... Уже тоже задолбалась... Потом этим венрукавом... Перекрыли... И мне хватило... Ну ребят... Ну лет пятнадцать... Наверное точно... Если не больше... Это было двухтысячные года... Начало где-то... Вот... Вот на столько лет он качественный... Был хороший... Ну всему приходит свой срок годности... Ребят... Все... Теперь у меня выбора нет... Вот пришлось сделать... Приходится... Ну я надеюсь что... Дай бог... Все будет качественно... И... Все падает уже... Дай бог будет все качественно... Надолго хватит... И как бы вот этот момент... Я хотя бы отвлекусь... От сада... И... Не буду туда вкладывать бабки... Ну там конечно... Ремонт еще внутри я хочу сделать... Полы поменять... Ну вот такое... Ну окна там новые... Ну короче... Это не столь важно... С этими полами и окнами... Я могу еще 50 лет прожить... Ничего не делая... То есть это не такая срочность... То есть как будет возможность сделать... Да... Нет возможности... Да похеру... Вот... Но крыша это просто необходимость... Окна это конечно тоже необходимость... Я их даже не крашу уже сколько лет... Они просто деревянные окна... Уже облупились тоже все... И... Ну просто я знаю тоже что их менять надо как бы... Поэтому смысла нет там каждую весну подкрашивать... Что-то красить уже... Добиваются уже окончательно... Главное чтоб не выпали блин... Вообще... Вот... Так что такие дела... Ну ладно... Пока короче на этом буду заканчивать... Поеду сейчас как сказала... Ой сейчас... Отберу... Поеду как сказала... Видите... Изолента красненькая... В машине у меня лежала... Для чего-то брала... В этот... В Сбер сейчас заеду... И на работу потом... Ладно... Буду сообщать вам о ходе строительства... Кому интересно... Ну может тоже кто-то будет... Делать или делает... Кстати... Пишите цены вашего города... Сколько у вас стоят эти услуги... И... Примерно струн материалы... Давайте... Пока-пока... Люблю... Субтитры сделал DimaTorzok... Субтитры сделал DimaTorzok...